Есть узлы. Информация о транзакции, о переводе денег поступает во все эти узлы одновременно. Далее, значит, включается датчик случайных чисел. Тот узел, у которого, например, будет первые пять нулей, раз, два, три, четыре, пять, он имеет право организовать блок. Что такое блоки? Вот в этот блок упаковывается информация о транзакции. На самом деле, там немножко сложнее, я слегка упрощаю. И вот эти блоки друг с другом соединены. Каким образом они соединены? У каждого блока есть некий идентификатор. Ну, совокупность, например, чисел или знаков каких-то и так далее. Есть некое математическое преобразование, которое позволяет строить следующий идентификатор. Предположим, я посылаю транзакцию. Что происходит в этой ситуации? Вот, предположим, у этого узла, у первого, пять нулей. Он имеет право формировать блок. Значит, у этого блока есть идентификатор. По математическому определенному преобразованию делается другой модификатор. Информация о транзакции закачивается сюда. И этот гражданин получает сведения, что вот такая транзакция прошла, он стал обладателем какого-то количества денег. Вот почему говорят, что блокчейн неуничтожим? Почему все кивают на то, что он обладает некими уникальными свойствами? Суть заключается в следующем. Предположим, есть некий супер хакер. Такого пока в мире не было. Пока блокчейн биткоина никто не взломал. Но, предположим, он появился. Что он делает? Он, предположим, вот этот вот блок уничтожает тем или иным способом. Что в этой ситуации происходит? Есть специальная программа, которая отслеживает целостность блока. Эта программа обнаруживает, что вот этот идентификатор и этот идентификатор соединены неправильным образом. Ну, то есть не путем правильного математического преобразования. Она все это затирает. Так как вся информация в узлах есть, она по новой строит блок. Вот это и есть блокчейн. Там нет никакой криптовалюты. Там нет никакого криминала. Там нет никакой уголовщины. Это просто алгоритм, который решает задачу того плана, который обсуждался. Спасибо за внимание. Я вас хочу вернуть к тому моменту, когда вы говорили, что выбрали страну, где заниматься мошенничеством. Глупо. Ну, так скажем, да. Я просто вспоминал, что точно вы сказали. Ну, хорошо. Авторская интерпретация. Было, было. Почему? Ну, я думаю, что было. Так. На самом деле, да. Говорите. Ну, вот еще новый у нас человек вошел. Нам было сделано замечание, что...